Приветствуем всех! С вами комментаторы Олег Саламаха и Дмитрий Анисимов. После всех жизненных передряг, которые произошли у нас в клубе «Шахматная лихорадка», продолжаем мы нашу совместную деятельность. Как вы знаете, Дима даже сначала ушел с «Шахматной лихорадки», но после этого группа, можно так сказать, не смогла оправиться от потери одного из администраторов, тем более, что этот администратор является одним из, можно так сказать, основоположников этой идеи, то есть читать видеокниги. И, соответственно, мы не могли допустить, чтобы такая замечательная рубрика, как «План шахматной партии» прекратила свое существование. Поэтому сейчас мы «Шахматный феникс» и мы продолжаем. А теперь это, погоди, я тебя спрошу прямо тут. Защиту будем делать, чтобы видео не перенесли? Ну, чтобы аксюзов. Ну, в конце что-нибудь просто скажем. Не, надо вначале. Потому что сперва посмотрят, а потом не досмотрят. Ну, понятно. Ну, что можно сказать? Что если это видео кто-то будет переносить, то знайте, что, соответственно, видео вы можете спокойно переносить, просто указывайте ссылку на группу «Шахматный феникс» в ВКонтакте. «Шахматный клуб феникс», так мы и называемся. Ну и, собственно, вспоминать Сергея мы нехорошими словами не будем и продолжаем. Я вот все высказал на его счет. Так, да, давай ходы уже. Да. Значит, на очереди у нас очередная партия. Снова у нас ваш любимый Алехин, то есть, который на этот раз играл против Капабланки, Хосе Рауля. Значит, было это в Нью-Йорке 1927 год. Было это прямо перед матчем на первенство мира между ними, как вы знаете, был чемпионат мира между Алехином и Капабланкой, в ходе которого Алехин завоевал звание чемпиона мира. Ну и, соответственно, данная партия показывает продолжение предыдущей рубрики, то есть, так называемый «Вечный конь». Кстати, погоди, Алехин обогнал Алехина, два с половиной очка был отрыв. Ну, Алехин не мог обогнать Алехина. Ой, Алехин обогнал Алехина на два с половиной очка. Ну, понятно. И, в общем, в данной партии они встретились между собой. Капабланка играл черными, то есть, соответственно, вы понимаете, что если мы перевернули доску, то эту партию Капабланка выиграл. И начинаем. Новоиндийская защита. Д4, конь Ф6, С4, Е6. Конь Ф3, Б6. Ж3, слон Б7. Слон Ж2, С5. Д5. Значит, Алехин в своем стиле. Значит, Романовский пишет. Это агрессивное продолжение в свое время было рекомендовано Рубинштейном. При нем от черных требуется большая точность защиты. Они обязаны брать пешку, чтобы избежать затруднений с развитием сил ферзевого фланга. Но это ведет к неприятной связке пешки на Д5. Билл и стремятся, пользуясь этой связкой, и образовать в дальнейшем на поле Д5 базу для своих фигур. Весь этот дебютный вариант ведет к напряженной, острой борьбе, в которой первый фигурный размен наступит лишь через 17 ходов. Ну, все мы знаем, что новоиндийская защита очень популярна. В частности, Корякин ее играет за черных. Ну, на данный момент я имею в виду из элиты. И вся идея в том, что на ЕД... Конем отскакиваем, и пешка на Д5 связана. Да, конь отскакивает на Х4, пешка на Д5 связана. Брать нельзя. Повисится он на Б7. Значит, Ж6. Ну, конем сейчас, сейчас вроде прыгают им на Е5. Нет, не на Е5. Конь как раз идет на Х4, именно чтобы прыгнуть... Нет, вроде я что-то так вот видел. Вот сюда вот он прыгает. Мы его, может, попутаем, потому что я не очень за натур. Да, Ж6, поэтому играет черный. Выводит слона на Ж7 и не пускают коня на Ф5. Значит, и... Конь С3, слон Ж7. Рокировка, рокировка. Слон Ф4. Интересный план, введенный Алехиным, с целью использовать некоторую слабость пункта Д6. Например, в случае Д6... Значит, 10-го хода... То есть, ну, так, кстати, и сыграно было в партии. То есть, Д6, СД, воспроизведенные эти ходы... Черные не могут сразу развить коня на Д7, потому что потеряется пешка на Д6. Вот, покажем, что слон атакует пешку на Д7, поэтому вот этот ход невозможен. Значит, а после коня Х5 слабеет влияние черных в центре. Сам же конь занимает не особо удачную позицию. Чаще здесь применялось СД вместо слона Ф4. То есть, сразу вот здесь применялось СД. Покажем новый вариант. Значит, с последующим наступлением пешек в центре. То есть, белые потом ходят Е4 и Ф4. Ну, здесь достаточно хорошая контрагра у черных. Итак, слон Ф4, Д6, СД. Конь Х5. Слон Д2. Значит, отступая на Д2, белые, по-видимому, руководствовались желанием сохранить возможность наступления центральных пешек. В частности, продвижения Е2-Е4. Да, чтобы слон не мешал им. Ну да. Дело, однако, в том, что уже через три хода они сочли необходимым перевести слона на Е3. Хотя их пешка еще оставалась на Е2. Ответ слон Е3 целесообразнее по другим причинам. Черные не могут проявить активность на ферзевом фланге без хода С5-С4. Между тем, при положении слона на Е3, он давал белым возможность централизовать слона, сыграв слон Д4. То есть, вот представим, например, вернем вот конь Х5. Ну, слон Е3, да. Вот С4 пошли. И слон Д4. И, соответственно, здесь у белых все хорошо. Они меняют активного чернопольного слона. И у них хорошая позиция. Значит, конь Д7. Пошли черные. И Алехин пошел Ф4. И это ошибка. Значит, этот ход заслуживает осуждения не столько сам по себе. Так как при последовательности в дальнейшей игре белых он мог и не привести к особо тяжелым последствиям. Сколько как начало ложного замысла. Непонятно, почему белые отказались от Е4. То есть, не Ф4. Ну, он не напрашивается, да? А Е4, да. С угрозой конь Ф5. Ух ты. Ну, здесь висит конь. Да, да, да. Если здесь же Ф, то мы на Ф5. Неправильно нарисовал. Вот. Соответственно, получается, и если конь Аш Ф6, то тогда уже Ф4. И это выглядит, кстати, достаточно логично. Смотри, как пешки набросили уже белые. Сейчас еще где-нибудь Е5 хотят. Да, это все очень неприятно. Вот так вот. А Ф4 сразу. Соответственно, неправильный ход. А6 сыграли черные. План черных выясняется. При поддержке отлично расположенного на Ж7 слона, они намереваются предпринять широкое пешечное наступление на ферзьевом фланге. План этот весьма активен. Слон Ф3. Белые побуждают коня вернуться на лучшую позицию. Последовательнее было, то есть не слон Ф3, а последовательнее было А4. И затем, опять же, Е2, Е4. Или даже сразу Е4, угрожая снова конь Ф5. Вероятно, черные в этом случае сами бы сыграли коня ШФ6. А слон Ф3, получается, они сами гонят коня. Подгоняют на хорошую стоянку. Да, конь Ф6, соответственно, КП Банка не заставил себя долго ждать. И Алехин делает еще один ход. Ошибку. А4. Ну, идея-то понятна, чтобы Б5 не пошли. Да. Предупреждает Б5, но ведет к заметному ослаблению ферзевого фланга. Что противнику удается в дальнейшем использовать. Продолжая и сейчас Е4, белые могли еще успешно бороться за инициативу. Например, Е4, Б5, ФС2. И если Б4, то конь Д1, восклицательный знак. Угрожая маневром конь Д1, Е3, С4. Угу. Если же написано на 16-й ход играть не Б4, а С4, то ладья Е1, ладья Е8, конь Д1. И сосредоточение белых фигур в центре при наличии реальной целевой установки продвижению Е5 должно причинять черным беспокойство. Но здесь соглашусь, здесь хорошая игра у белых. Я бы за белых играл, не раздумывая. Здесь хорошая позиция у белых была. Но А4 сразу это ошибка. И, соответственно, предлагаем читателям решить маленькую стратегическую задачку, как здесь пошел Хосе Рауль Капабланко. Соответственно, кто-то нажимает на паузу, мы говорим 3-2-1 и продолжаем. Капабланко пошел С4. Значит, этот ход фиксирует слабое поле Б3. А в случае движения пешки Е и поле Д3. Причем черный конь имеет прямую дорогу к этим пунктам через С5. То есть конь через С5 может пойти как на Д3, так и на Б3. И второй еще, кстати, может пойти через Д7 тем же маршрутом. Да. Итак, Алехин пошел С1 Е3, Ферзь С7. Значит, с целью в случае конь С5, значит, слон бьет С5, брать на С5 Ферзем. Фигуры черных действуют очень гармонически. Вади занимают господствующее положение на линии Е. Значит, так, вот что тут странное как-то написано. А, вади их займут, они занимают. Вади их займут. Господствующее положение на линии Е. Пешка Д5 у белых слаба. Убедившись в своем плохом положении, они предпринимают азартную атаку на королевском фланге. Ну, в этом весь Алехин. Соответственно, Алехин пошел с Ж4. Белые могли стойко защищаться, продолжая Ферзь С2. Конь С5. Ладья Д1. Ладья Е8. Слон Ф2. Конь Б3. И Е4. Ну, не таков Алехин, чтобы защищаться. Да, защищаться Алехину неприятно, так как мы знаем, что натура Алехина романтическая и требовала атаки. И, соответственно, Алехин пошел с Ж4. Конь С5. Пошел Капабланка. Все-таки проводит тот самый план с влезанием коней с Ж5. Вот я бы все-таки одного коня вырыгал слоном на Е3. Ну, скорее всего, да. И вот смотри, конь Ф6, Д7. И здесь Алехин играет еще Ф5. Ну, все, понесло человека. Это еще одна ошибка. Это предоставляет черным еще одну фигурную базу. Поле Е5. Не принося в то же время никаких достижений белому. Известно, что Алехин в день этой встречи с Капабланкой, который носил в то время звание чемпиона мира, обнаруживал крайнюю нервозность. И этим-то, вероятно, надо объяснить его игру. Ведь состояние шахматиста и даже его характер имеют тесное касательство к стилю и качеству его игры. Белые продолжают играть так, как будто все пропало. Между тем, продолжая, ФЕ1, Затем ладья Д1 и ферзь Ф2, они могли успешно защищаться, приберегая наступление Ф5 для удобного случая. Ладья Е8 сыграл Капабланка. Слон Ф4, Слон Е5. Ну, понятно, что хочет... Шикарный ход. На самом деле. Да, Слон Е5, Слон Ж4. Конь Б3. Вторжение началось. Ф5 бьет Ж6. Х7 бьет Ж6. Ладья Б1. Слон бьет С3. Б бьет С3. Ферзь С5 шах. Е3. Написано, конечно, не Король Ж2. Или Король Х1. На что последует взятие пешки на Д5. С шахом. То есть, просто Слон бьет Д5 шах. Ну, конечно. Это неприятно, как минимум. Да. Поэтому пришлось играть Е3. Значит, но теперь освобивает поле Д3. И туда сейчас второй конь полезет. Что тотчас же использует черный. Конь Е5. Пошел Капабланка. Я не знаю, почему он терпит этих коней. Я бы давно уже вырубил бы одного коня. А тогда пешка на Е3. Хроническая слабость. Ну, это лучше, чем то, что получилось потом. Да. Ну, Алёхин сыграл Слон Ф3. Но покажу я Димин вариант. Если, как он говорит, вырубить этого коня. То водья бьет Е5. Ну, и дальше, соответственно, водья. Вот это вот идет на Е8. И, по-моему, вот эта вот пешка, она обречена абсолютно. Ну, это лучше, чем конь на Б3 и на Д3. Ну, здесь вообще просто абсолютно проиграно. Здесь еще и на Д5 висит. В общем, здесь беда. Смотри, после водя Е5 еще на Д5 висит. На Е3 висит. Ну, дрова. На Ж5 еще висит. Ну, ладно. Ну, посмотри, сколько слабостей. Ну, после того, что вышло, они намного приятнее для белых. Да, после слона Ф3, конь Д3. И вот теперь посмотрите, картина маслом. Какие мощнейшие кони на Б3 и Д3 влезли. Значит, Алехин сыграл король Х1. Но после конь Д3 Романовский пишет. Со взятием пешки можно не спешить. Кони, поддержанные пешкой С4, картинно повисли на Д3 и Б3. Этот изящный рисунок повторяет конструкцию, которую мы видели в предыдущем примере. Вы помните, что там конь на Д5. Очень мощно вклинился под пешкой С4. Даже я помню. Но здесь фон его, то есть позиционная обстановка, сложнее и структурно-красочнее. Белые вынуждены любой ценой разрядить обстановку. Но обнаженное положение короля не позволяет им избежать крупных потерь в наступающем кризисе. Король Х1. Слон бьет Д5. Ну вот уже пешки нет. Значит, теперь ладья бьет Б3. Понятно, что ЦБ играть нельзя из-за ферзбьера Д3. Да, я дал ладью за 102 фигуры. Это, конечно, выгодно. Но есть простой ход. Конь бьет Ф4. Дело в том, что... После того, как возьмут коня, можно уже взять ладью. Поэтому ладья вынуждена уходить обратно. Ладья Б1. И после этого теряется еще и пешка Е3. Ладья бьет Е3. Конь Ж2. И здесь еще один ход, который, значит, сделал Капабланка. Соответственно, вы нажимаете на паузу, смотрите. Ну, а мы, соответственно, говорим опять 3-2-1. И Капабланка пошел. Ладья бьет Ф3. Сильный ход. Ладья бьет Ф3. Конь бьет Ж2. Ну, получилось так, что здесь просто очень... Мощнейшая связка. Мощнейшая связка. Да, король бьет Ж2. Ладья Е8. Связка продолжается. То есть, никуда ладья не девается. Король Ф1. Слон бьет Ф3. Ферзь бьет Ф3. И ферзь бьет Ж5. Ну, Дим, сам посмотри, что... Ну, трех пешек нету. Ну, что тут говорить. Да, ладья Е1. Пошел Алёхин. Но, значит, нельзя. И ладья бьет Б6, говорит Романовский. Ввиду ФС1 шах. И ФД2 шах. То есть, ну, ФС1 шах. Куда здесь уходить? Королем абсолютно некуда. Король сюда и ФД2 шах. Теперь, если король идет на Ж3, то ладья Е3 с выигрышем ферзя. Закрываться нельзя из-за ладья Е2. А уходить на первый ряд нельзя из-за ладья Е1 ман. Печаль, боль. В общем, здесь Алёхин громил Капабланка как мог. И после ладья Е1, ладья бьет Е1, написано, что даже ферзи у менеджпили сопротивляться без трех пешек бесполезно. На 42-м ходу белые сдались. Ну, мы, соответственно, покажем вам до конца эту партию. Что Капабланка здесь выиграл 4 пешки. Ну, и здесь вот Алёхин сдался. Ну, здесь, мне кажется, сдался любой. Комментарии излишни. Да, и, соответственно, написано, что значительным, а порой и решающим позиционным достижением является вторжение и закрепление на шестой горизонтали также Слонов. И, соответственно, об этом мы вам поведаем в следующей партии. Ну, что ж, эту партию для вас комментировали Олег Сломаха и Дмитрий Анисимов. План живет и будет жить дальше. Соответственно, будем мы вас радовать новыми видео. Вы же, в свою очередь, вступайте в группу «Шахматный Феникс», в котором видео новые на разную тематику выходят практически ежедневно. Ну, и, соответственно, всем спасибо и всем пока. Играйте в шахматы. Как Макарычев.